здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале дионис и сегодня в гостях вот такой коньяк кто смотрит внимательно мои ролики помнят что в прошлом выпуске я знакомился с пятилетним коньяком который называется легенда армении вот тоже самое только трехлетним а дело в том что пятилетний коньяк мне достаточно понравился и самое главное что потом когда бутылка уже продолжалась употребление этой бутылки то я понял что он мне нравится еще больше чем во время обзора поэтому я хотел попробовать что же есть еще подобного но только тройка к сожалению есть ничего больше я не увидел и сейчас мы с ней познакомимся так наливают бокальчик пусть подышит сразу скажу что здесь крышечка точно такая же как и в пятерке то есть пластиковая крышечка и пробка вот ну скорее всего это прессованная прессованная крошка пробкового дерева то есть а может быть даже и целый кусок не могу я вот так вот прямо на скидку определить да это и не суть важно главное что выглядит вот вообще великолепно то есть для тройки для цены вот сразу скажу что стоит на 100 рублей дешевле чем пятерка и смотрим чего же здесь написано год урожая 2018 армянский коньяк ординарный трехлетний изготовлен из сортов винограда боскет кангун по классической технологии на одном из старейших заводов армении из коньячных дистиллятов выдержанных не менее трех лет имеет теплый золотистый антарный цвет насыщенный тонкий аромат и мягкий гармоничный вкус с приятной терпкостью состав коньячный дистиллят выдержанными менее трех лет дуговых бочках вода питьевая исправленная сахар краситель сахарный колер простой собственно и все дата разлива 13 0 9 22 года вот и все что мы здесь имеем во всем остальном это такая же бутылка с приятной этикеткой не будем больше на этом останавливаться так республика армения араратский коньячный завод республика армения ну в общем все все как и там ну что ж хочется надеяться что это такая же будет история и так ну цвет до темный такой темный интарный заварочный что касается ножки конечно же здесь есть все присутствует ну и собственно все давайте носик что нам скажет вы знаете похоже прям похоже очень сильно даже ароматика такая же на первый нос отсутствие спиртозности присутствие небольшого такого чего-то лакокрасочного и обилия фруктов сладких фруктов но не сладости чернослив инжир так же точно изюм принципе к сожалению не осталось того коньяка так бы конечно сравнить можно было бы но по ароматике примерно то же самое вот насколько я помню ну может быть там конечно букет был более такой я еще тогда помню сказал как на восточном базаре от обилия таких вот пряных сладких разных продуктов которые бывают на базарах на кавканских на восточных ну еще я помню что он в процессе употребления так чуть-чуть и в плане ароматики раскрывался поэтому ваше здоровье опробую на вкус первый глоток похож похож вкус вот есть здесь небольшая сладость легчайшее жжение и сладость это моментально переходит в некую такую вот ощущение как будто кушаешь фрукты вот курага чернослив инжира может быть здесь меньше здесь больше чернослива такое мое ощущение по крайней мере и это в общем то очень даже неплохо скажу я вам вот вторая бутылка на этот раз тройка и мне все нравится то есть легенда армении ну как бы не подводит и мне то и добавить нечего даже после первого глотка все ясно давайте все таки второй ну может быть чуть спиртозность чуть-чуть самый малый жжение вот я все-таки чувствую слизистой вкус такой же то что я после первого глотка сказал и после вкусе такое не сильно продолжительное но тем не менее вот оно так присутствует и оно не подводит не подводит не ароматику не вкус достаточно приятное такое ощущение во рту так третий глоточек ваше здоровье и вердикт да вот что-то лакокрасочное остается пока но поверьте на слово у пятерки это быстро ушло где-то уже к пол бутылки там не было никакого лака никакой краски были одни сухофрукты здесь я буду думаю будет то же самое что скажу 740 рублей прикоснуться к легенде армении может быть это конечно пафосно звучит но тем не менее я советую достаточно нормально сбалансированный питки напиток по соотношению цена-качество горячо рекомендую так что если где увидите где встретите берите не пожалеете так вот поэтому спасибо кто был на канале делитесь комментариями ставьте лайки подписывайтесь на канал кто не подписан и всего доброго надеюсь до новых встреч до свидания